так голову не приходилось что не приходило в голову сейчас очень важный рассказ это 2007 год там где все данные аппараты и дата потом значит внимание обратите внимание на урожай в средненький но это одна из четырех лет может одна из пяти потом одна пропала да значит одна из четырех посмотрите какой урожай просто плохо видно нормально это есть патриарх одна из двух веток внимание история моей учебы а теперь уже и ваш внимание значит вот это вот я не помню почему я отрезал на кольцо это это есть это дерево вот почему я его отрезал на кольцо не помню возможно был дурак дураком которого полагалось на кольцо и ветками шала покажу эти страшные советы одной из них чтобы удобнее было перекапывать так и написано отрезаем у груши нижние скелетные ветки чтобы удобно было перекапывать почву у дерева спросили его нужно перекапывать почву вверх зайдите а мне но перекопано нет не перекапывать дальше и так обратили внимание на это внимание это поучительная история все я работаю на будущее книги на будущее фирмы случилась страшная беда это примерно 2008 год так значит время ну тут времени указано но я знаю это время цветения сейчас увидите сами видите тяжелый снег тяжелый тяжелый снег накрыл и дерево мощная ветка не выдержал смотрим дальше вот это вот семинар кстати вон сердобаев вот тогда просто это еще ничем не выделялся мыслим на сценарии дружить он был самый активный больше вопросов задавал и он как раз то весь на тот момент ассортимент или как по научному и нет слова ассортимент и слово лучше любительский сад если не считать профи лучше любительский сад россии у него вы видите как меня слушали до рот и открывали из москва здесь томс томск вот это всюду дальше что я им показываю я им показывать внимание сейчас ниже вы видите вот надеюсь люди поняли надеюсь что вы поймете на самом начале промежутся вот так где моя рука чуть ниже отпиливаю так видите время цветение и страшная снег поздний снег страшный снег во время цветения внимание проходит время я отрезал вот видите синий я отрежу вот и мне удалось даже есть пол ведра абрикосов согласны вот внимательно посмотрите я специально подробнее у меня был случай он застрял на моей жизни всегда когда я лекцию считаю читаю час два три а потом встает одна и говорит я все внимательно слушал и запишу я ничего не поняла сипа я понял что какое хрен преподаватель какое хрен докладчик несколько часов рассказывать ничего не поняла вот я с тех пор и до сих пор так хорошо что меня уже ругают наоборот занудный за долгаете долгой весе ну теперь терпите это она виновата по семье я потерял уверенность в том что я это нормально рассказываю после того как она сказал что ничего не поняла и так видели эту ветку видели видели что она тоже уже не так сильно это рада действует но внимание теперь мы смотрим с другой стороны это она она так то была с плодами а теперь смотрим на эту рану мне в своей жизни не удалось обнаружить на косточках культурах на семечках ни одной из я видел их тысячи я 37 лет сходил с открытыми глазами и ни разу не загорелся жизни я из тысяч случаев не обнаружил ни одной зажившей раны ни одной русской сибирь а москве средняя зимняя температура 8 градусов теплее там наверно зажили нет друзья я за них говорю заочно даже хотя я там не не пилил дерево так поперек вот как я патологонатом люблю раны развязать поперек вы это прекрасно знаете еще таких давайте искать теперь связь и так не зажила ни одна рана что я здесь написал росло дерево росла рано то есть на тот момент когда я отрезал удобно может послушал эти детские советов над которыми теперь издеваюсь вот и так и матерю она была два раза меньше дерево росло и рано росла заживите невозможно если сейчас вот так поперек она держит прожила поперек разрезать вы увидите 50 60 процентов поперечники мертвей чины и грипп с ротовик я на других примерах вам показал а теперь самое страшное что случилось когда я сделал вот эту рано так я ослабил вот эту ветку и она рухнула вот эту ветку и ослабил и она рухнула поняли я ослабил потому что еще раз говорю поверьте мне заранее я бы мог допустим за погубить это дерево сколько миллионов за 5 рублей 5 миллионов чтобы я дожил спокойно этот век а я вам распилю если ошибся то не надо мне 5 миллионов я их вам наоборот возьму кредит и все время требующего брал кредит десятки банков каждый день вот и вам 5 миллионов ставьте на кон 5 миллионов или нет тогда я значит распилю выигрываю спор заберу вас 5 миллионов и наконец отдохну вот пожертвовать им дерево хотя это уникальное дерево но вот это вот ослабила вот это вот результат ослабла ветка ветка ослабла вот это вот поняли а дальше еще скажу ребята я студент вот откуда мои эти у меня особый склад ума мне один раз когда выскочила вместо 50 100 граммовый абрикос а он не имеет права быть потому что у меня справочники написано 35-47 а у меня 100 110 120 с первой попытки то есть как только он появился у меня особый склад характера я давай искать причину а тут началось еще губушкина не успею я чувствую опять не успею там столько я для него такое приготовил а он самый любознательный отвечая ему и отвечает всей науке понимаете а здесь чисто практичная вопрос как это случилось а так а я студент а я металлург а я 5 дней в аэропорту просидел приезжаю на первый курс красноярский суд цветных металлов мне говорят все ваши друзья уже это в самом где-то там каком-то из районов возле красноярска да вот скажу поверят за хоза идите работайте будете у него на посылках в эти самые сказки и все любой работа прошел вот такой снег в сентябре ребята в сентябре красноярске неожиданно снег мокрый кругом обломанные ветки и мне сказали спасай что осталось естественно на территории на территории красноярска цветных металлов я должен был дали длинную эту саму шобру это подхожу а как иначе-то бах по ветке оттуда на меня полтонны и не успеваю убежать люди идут хохочут никто не спасает а это моя работа ладно но с другой стороны расследи хоросы на территории то посадили а там с той стороны хоросы там ни одна ветка не обломилась такие же деревья просто все вот такие у меня мозги вот это прямая связь много говорю вот так говорю но теперь представим себе что я беру и делаю на кольцо вот здесь еще одного кольца вот так вот это примерно в два-три раза по площади раны была бы больше здесь хотя бы часть рада заросла благодаря вот этому вот этой ветке ах нет вот хотя бы сейчас рады и я это время был не дурак когда я уже от пилил я бы от пилил мы побольше поставил пей ну как его ставлю ну как вот что мог то оставил дальше за счет потрескалась вот ребята вы все знаете не стыдно перед вами но еще раз и так перед вами книга одного из самых художественных садоводов десятки сортов яблонь груш и тоже банальность в его книге но надо было лишь это вот и опять еще раз вот это вот я вынужден потому что вы скажете как тот говорил вы делайте как считаете нужным а как они пусть это так что нельзя чтобы они продолжали то у них вот номер три правильно а для меня смертельная вот она чем побольше снега все ветки барюхнули а посмотрите какие ветки рушили что разве можно ослаблять дерево вот этими радами вот такую ветку потерять хорошо еще три осталось и вот это вот надо чтобы вы не все понесли как знамя вот 10 20 но не больше 30 40 самых важных агроприемов вот это и есть правильно это же ветка будь она сухая или полусухая вот видите или вообще мокрая то есть это еще ниже покажу это есть затычка вместо раны это как ну пусть по локоть руку отрежет но не по плечо же но если уж если взять миллион человек и сказать вы знаете хирурги решили какой-то первый хирург вот что лучше отрезать по плечо вам руку но еще вариант давайте отрежем все таки по локоть из миллиона миллион скажет конечно по локоть так и здесь также вот она плечо другое дело что начали споры вот это неправильно правильно глупость несусветная вот она правильно а почему это говорю я все это доказывают доказывают доказать вот я взял вот эту фотографию да она из интернета и все эти супер специалисты берут а это уже кино это не моё кино не вот не видите сходство нет он что как я вот это вот провел на своей этой шкуре испытался на своих нервах на своих микроинфарктах нет он взял это все в это в интернете тоже нет фотографии ну видите только лишь бы это самое серебряники заработать вот я пишу о мудрый из мудрых еще вот она считается правильно площадь раны примерно равна площади сечения дерева то есть а это рано вот из-за них то как раз и приходится 40 обработок делать а у меня ни одной вот это сейчас я объясню это касается лично меня сейчас поймете почему меня касается вот это чуть кривовато да запомните вот это состояние она немножко напоминает мою но вспомнили там у меня вынуждено было такой же косой связи вот это конечно гнипость который никто бы не стал делать но нарисовать конечно нельзя такую страшную да а вот это уже ближе к железу это чуть ли не сучок тоже неправильно правильно а я еще не закончил свои доказательства постулат железа на всей планете во все века все варианты но я начал перечислять там не зажило не одно сучки надо оставлять обрезая и сухие ветки и живые а дальше моя фотография вот смотрите это ветки я отрезал живые почему колючки которые дети обязательно они тут бегают а там детская площадка вот они обязательно ставят свои глаза наколят вот поэтому я резал по живому вот я не это груша я не стал делать эти страшные раны я оставил сучки сучки обросли теперь уже сейчас этого нет я уже их вот так отрезал не жалея почему потому что детей больше жалею чем это дерево но зато я сделал так что она с этими сучками я же не совсем убрал вот эти не совсем нет я только колючки поотрезал вот они острые как эти как иголки поверьте колются даже обрезку вот это вот так я хотел забить последний гвоздь мне не получилось в этом я бы сказал последний гвоздь его как это назвать гроб нет вот эта книга моя и курдюмова она была сделана из моей из моей рукописи вот курдюмова нашла коса на камень то есть вы же поняли что он сторонник того чего я против я это самое вот его вариант был вот он стать это и был вариант вот тут а а вот это все включая вот эту самую вот включая вот это вот это еще не сучок но он выбрал не он а кто рисовал все эти выбрал варианты а мой вариант даже не рассматривается вот видите а вот это вот взято было целиком где правильно это обралось из той самой периодической печати вот и кто-то мудро рассудил вот прямо вот знаете уже в битом башку ему теперь он доказывает то что на самом деле самое невежественное невежество вот это по его мнению конечно конечно страшно а вот это правильная рана и она видите ли зарастает вот ребята она увеличивается размер почему все эти специалисты это не делают не понимать я понять не могу и вот получилось постулат ладно но этот постулат не вошел в эту книгу в нашу смотрите умный сад как перехватить климат вот мы ходили искали по моему саду по соседям мы искали хоть один рано на концу даже в то время у меня встречались на старых деревьях я себе вот был ни одну не нашли которая заросла одно нашли вроде бы но я ему говорю если все равно вот кажется створки сошлись да створки сошлись там дальше покажу вот так вот вроде бы зажила нет распилишь она все равно там мертва внутри и вот тогда курдюма вродил вот это вот это правильно что неправильно а вот это вы понимаете как он шел на я стою на сучке он стоит вот на этом вы поняли на этом нет еще раз покажу вот как бывает когда новое садоводство со старым не сопрягается вот это вот курдюмурский вариант а мой даже не вот это самый правый а сучок вот мой творят не боясь оставлять это будет неважно сухая даже сухая на наоборот предохраняет это место сухая на пробка работает как будто эту пробку вставили лишь бы рано не было и вот родился глупый бессмысленный компромисс редактор есть редактор он взял и нарисовал вот это вот видите и написал верно она конечно же уже ближе это уже через нервы два человека противоположными взглядами вот вот видите сюда ближе вот вот видите сюда ближе еще раз вот видите сюда ближе да спаслось но если бы чуть-чуть бы дальше был баблом я бы оставил вот такую ветку еще бы вот столько бы оставил даже вот столько бы оставил вот не боясь что это загнивать будет наоборот чем больше веток на ней было бы и вот так вот рождаются компромиссы вроде бы верной дорогой мы идем товарищи вроде бы да вот но медленно и через эту самую чуть не сказал через что вот это вы должны знать потому что это есть эволюция пройдет немного времени и следующей книге будет вот эта фотография только это и все остальное все там с наплывчиками без наплывчиков все это силе наискосок как вот эти самый да может быть это и вот схема я посмотрел потом уже готова книгу а и и ладно все равно хоть хоть не на кольцо вот хотя это тоже компромисс вот теперь значит еще раз последний раз я 25 января фотографировал она еще месяц было и все время сколько за это деньги плачено если каждый день я заходил яндекс и она там опять она опять она опять она опять она опять она 100 тысяч подписчиков вот мария визирская еще одна выпускница тимиражевки когда я увидел содержание книги мне были долл нужен был и еще куда-то знаете как выматериться летняя обрезка осенняя обрезка зимняя обрезка что она понимает в обрезке как может дерево летом когда вот так вот отрежет как она может просто-напросто выжить после этого как когда же она зарастет она даже если весной сначала высокодвижение как я говорю это на брюска делать все равно не зарастает несовместимы такие рады вот с такими площадями а то это правильно то нет вот это правильно это неправильно вот видите зарастать начало и кому-то этого достаточно и ни один человек на планете не догадался распилить поперек чтобы узнать правду вот вы представляете сколько людей купила эту книгу сколько людей будет обманута потому что 190 страниц хотя в принципе хватило бы одной ну хорошо 5 страниц все-таки какие-то варианты ну 5 страниц ну это обычная статья добротная книга как уничтожение а вы думаете она что-то понимает в этом если она лето и осень и зиму не резала потому что если прежала тогда поубила бы сад зачем сад изначально не было 190 страниц темирец и тогда я про это я знаете я переживал за темиряевскую академию я как они когда-то собирали подписи помните руки прочие темиряевки выходили с плакатами все начинают с уборщиц и этих самых и дворниками сторожей кончая докторами наук выходили с плакатами руки прочие темиряевки когда я посмотрел что они выпускают людей а абсолютно не способных вырастить плодовый сад и бе не просто не способны вырастить а еще и научить будучи уже в свою очередь имея эти самые дипломы научить людей как уничтожать вот одна из выпускниц ты мой господи а вот лучше бы ее закрыли вот искать я так говорю вот это мои поиски вы думаете здесь разрезать там все рано зажило а сейчас вы думаете это рано зажило там полную площади уничтожено это рано зажило вроде зажило а вы распилите а я распиливал а это наша любимая вероника поливкина она вообще не садового она дальше интернета на дёргав странице не пошла так и вот уже третий миллион людей она учит как вот это правильно обрезать вот это вот это вот здорово и совершенно дерево иногда думаешь с ума посходили поливкина я сколько еще когда у тебя 900 было я тебя отправил свой фильм вот с этими же как сейчас я практически повторяюсь и что вы как же так то вы знаете что уже дерево это искалечено а довод то какой вырастают огромные деревья будут падать и разбиваться эти плоды от ее выросли с такими радами ты хоть попробуй начали это тоже тут я повторился ладно это опять поливкина опять два миллиона 160 тысяч вот это выдернулась интернет это с интернета она сама не растила на не проверяла а я проверил а сюда посмотри прекрати вот сейчас перестали это я к ней обращаюсь вы можете еще вы уже надоело ну может быть еще вы разошлите хотя бы тем наивным людям которые верят во все это и два миллиона поверили знаете там тысячи тысячи благодарственных а ведь взрослое дерево со стремянки пилить вы пробовали хотя бы одно а поливкина это сколько будет травм сколько переломанных ног думаете делать и получается что друзья разошлете вот я не буду так подробно и другой раз у вас про это мы говорили с вами раза два не меньше пожалуйста разошлите это пусть посмотрим кому это помешало я потом еще буду доказывать